МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА АПЛОДИСМЕНТЫ Привет. Уважаемые депутаты, 6 июня 2012 года председателем Омского городского совета Бараконский Вячеславович Кырченко на рассмотрение депутатов привнесены проекты решения о верхней плаве, поскольку существующий сегодня городская символика не соответствует правилам иерархики. Вкратце, напомню историю вопроса. В феврале 2010 года Героевический совет при президенте России не внес существующий герой Омска в регистр по причинам нарушения правил иерархики. В частности, иерархический совет отметил, что верхняя часть нынешнего верба Омска является вербом города Тобольска. Причем в таком варианте Омск подчинен тому, что не соответствует действительности. Иерархический совет при президенте России отметил две важные детали. Которгазная политика в области Бирайзии направлена на сохранение исторических вербов, и муниципальные образования в России идут именно по этому пути. Исторический верб города Омска по своим иерархическим достоинствам является уникальным. И, как отмечено в письме иерархического совета, герб города Омска непревзойденный великолепный символ, которому придется продавить многие. Поскольку чем меньше элементов герб, тем лучше. Результатом стала рекомендация принять исторический верб Омска, который полностью соответствует теоретическим принципам. Уважаемые депутаты, после принятия проекта к рассмотрению, по поводу депутатов Омский городской совет собрал предложения жителей города Омска по гербу кругу главу города. Тем предложением, которые содержали какие-либо конструктивные разработки, были направлены в Центр гербометических и генеалогических исследований Института всеобщей истории Российской Академии наук. Экспертиза установлена, что из 14 предложений граждан только два соответствия правилам герархики. Это предложение Александра Мелкина и предложение Вячеслава Михайловича Васильева. Таким образом, после проведения конкурса, у нас имеется три варианта гербанка в городах Омска, в карте из которых соответствует герархическим правилам. Однако, по заключению того же экспорта, ни один из данных вариантов не имеет каких-либо преимуществ перед историческим гербом города Омска. Так, в предложении Александра Мелкина отсутствует связь с исторической традицией, поскольку предлагается забросить крепость не в виде защиты стены, а в виде башен. Герб, представленный Васильев, использует элементы, которые не являются олиминальными для города Омска, а именно слияния рек. На слиянии большой и малой рек построено множество городов в России. В заключении, несколько снов предлагаем о варианте гербанка. Герб, который предлагается в проекте обещения, был учрежден для города Омска в конце 18-го века. Его предлагается сохранить неизмен на везде. Кирпичная стена – это символ того, что Омск был и есть по граничным городам, и раненый исполняет важную функцию защиты российской территории от обладения. В ходе работы над ним герб были добавлены дополнительные элементы. Можно видеть на слайде. Описание герба, который мы сегодня предлагаем принять в окончательном варианте. В серебряном поле черпленая оборудованная черным стенам с малыми кругольными бастионами. Считы увенчат золотой башенной короны и судьба, окруженные по облачу золотым лавровым бенком и окружен лентой ордена Судового Красного Знамя. Считодержатели – узелер пехотных полков времен императора Петра Вильямова, сибирский казак в одеянии и вооружении второй половины XVII века. Подножие – зеленая земля, подушная травой и ковылем. Девиз – он и есть плавная крепость. Начертан черлеными литерами на серебряном ленте. И вот такой герба мы предлагаем сегодня принять. Еще раз хочу обратить внимание депутатов, что тот герба, который внесен на рассмотрение, может быть изображен по-разному. При этом никаких изменений в его описании не требуется. Например, может быть изменен вид щита, может быть изменен размер стильный количества пастионами оттенков цвета. И по рекомендации комитета по рекламенту данный проект внесен сегодня на рассчитании Городского городского совета с рекомендацией принять его покачательные идеи. С вашего разрешения осягнами за следствием вопросов. Так, пожалуйста, вопрос. Какие процессуальные нормы и сколько времени требуют для его регистрации? Мы, соответственно, взглядом действия использования, я хочу понять, сколько времени у нас есть, либо у нас времени по общению. Мы сейчас будем обсуждать, выносить новые ценности, или на самом деле, то есть, как мы исторически подаем с Катериной, но мы, в большом случае, дети всегда должны быть лучше своих предков, и что-то конвесить нового, и развивать регион. Но, в первую очередь, меня интересуют именно сроки. Давайте, пожалуйста, как у вас сроки у вас? Значит, если сегодня Морским городским советом будет принято решение о подтверждении Герба города Омска, то, соответственно, он будет опубликован, вступит в данное решение в силу, и после этого будут подготовлены документы для направления его на регистрацию в Героргический совет при президенте. Обычно, как я и знаю, Виндис Игоревич, в прошлый раз там давали заключение, по-моему, в течение года. Когда отправляли в 2009 году, заключение получили только в 2010 году. Будет ли это так, быстрее, не могу сказать. Поэтому поправка, которая предлагается вашему вниманию, сохранить действия настоящего Герба, которые сегодня существуют, до 2016 года, а до этого момента, оставшиеся год с небольшим, проделать работу по регистрации, по замене символики и так далее. То есть работа предстоит значительной. 16-го года. Пожалуйста. В состав Героргического следа уходит в основном влиться на непостоянное основе, поэтому не будет сложно собираться периодически. Поэтому, в принципе, сколько ему будет давать, и не будет шедерок в обычном скором месяце. В прошлом разу было почти год, да? Вопросы закончились? Вопросы. 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 И тем самым у себя, кто замечали, я хотел заметить, что город Орсен был образован в настоянии у сибирских лет. Он и первый шаг. И именно в этом месте было принято решение о развитии и организации крепости, который раньше пошел развитие города Орсен. И назван он именно в честь Великой Русской репи, он остаток второй. Что хочется сказать. Это связующее между прошлым, настоящим и будущим. Почему? Потому что всем помнится тот хаевский герпи, который он все вырос, ведь все знают. И каждому, наверное, в близок сердца. Поэтому это то, что, между вопреки с герпом, который нам дает ровала Екатерина, это набор связи с будущим и настоящим. И, конечно же, не хочу ни в том, что теперь грамм перетековать какие-то варианты герпов, но, тем не менее, не хочется видеть на герпах знакы, стопы, там, в ближайшиеся тысячи новых подъемов. Спасибо. Уважаемый герпач, опрос, который сейчас выжимается, он действительно важен. Потому что этот ерб будет принят на многие годы вперед. Под этим ербом будет происходить вся жизнь города и будет расти новое поколение. Поэтому здесь Василий правильно сказал о том, что надо вести серьезно и полную вниманию к этому ербу. Поэтому я отлично рассмотрел некоторые варианты, готовые для подтверждения городским советом. И поддерживаю варианты, которые предложил депутат Василий. Чем вызвано? Мое мнение. То, что говорит руководитель Центра Европейских и Европейских исследований Института Всеобщей Истории Кандидатов Исторических Налогов в Черны, о том, что ерб Омска, если будет отображен с состоянием двух лет и будет являться не оригинальным, я кажется, это не обоснованно. Потому что и так эпичная стена, которая олицетворяет наш город, как защиту на рубеже бывшей нашей Российской империи, он тоже символический. Никакой крепостной стены у нас в Родионске даже близко не было. Были только ворота. И считаю, что если мы оставим только лишь одну эпичную стену, это объединит наш пенс. Я не хочу сказать, что мы должны там наталкивать разные детали, но вы всегда слышали, показать, что наш город действительно слияет двух лет, одна из которых дала название этому городу. Безусловно, должно присутствовать в нашем пенсии. У меня все. Плодаю за внимание. Я возвращаюсь к вам с такой просьбой. Прошление нового герба города – акция чрезвычайно важная и безусловно воздает широкий общественный резонанс. Предлагаемый вариант, в котором убран элемент герба города Топольска, «Сказала такая геробина, свой инфер, арматурный со знаменами, барабанными и архватами». И оставлена только крепостная стена. Большинство городов нам не будет воспринять положительно в преддверии празднования 33-го города. Крепостная стена – это символ пресно-горькой Ишинской и Калаванова, «Сказала» с десенской оборонительной времени, который сошли в романе. Герц с таким изображением безлик и практически может быть отнесен к любому городу России того времени. С этой точки зрения герц с изображением кемпостной стены и двух лет более почти нет. Но и он так же никак не отражает, если мы говорим, что он не будет резвычайно в современном полном спорте, коль скоро этот герц мы принимаем в связи с кирпостным летом города. И я бы считал, что может быть на самом деле посмотреть, если мы хотим что-то такое. Ну, как вариант, ракеты давайте поместим на герц. От крепостной стены до современной технологии, да? И кроме того, я думаю, что необходимо в плане подготовки к кирпостным летом города вы имеете другие подробности, такие как ГИМ и ХВАК соответствующие. В связи с этим, я бы предлагал создать депутатскую комиссию, которая поручит комплексных протокол, повышая сложность от этого, и привлечь к этому процессу широкую общественность. Я бы полагал, что каждому депутату на своем округе вот с этими герцами надо было бы выйти и обсудить, чтобы это было действительно не менее о речи, а не просто отдельность в круг, которые между собой идут порой в этом. Спасибо за внимание. Я хотел бы, конечно, напомнить историческую перспективу. Ведь у нас остается конкурс. Как я Николай Павел сказал, в этом конкурсе участвовали все, кто хотел участвовать. И то количество герков, которые вы используете там, и вы используете все предложения в обществе, изучите колеса, герогеты, и всякая другая, скажем, бижутерия, которая, в принципе, нереально не имеет малого отношения. И депутатами городов, при большом участке общественности города Омска, был выбран исторический герц, который, в принципе, мне нравится тем, что он предельно лаконичен, и любой из ребенок, начиная с того момента, когда он сможет держать в руках города, здесь можно изобразить этот герц, и это будет уже часть патриотического воспитания. Теперь, по поводу вот этих всех инсинуаций, связанных с этим, те добавления, те поправки, которые принесли депутат Васильев, они неоднократно относились, они были проголосованы в соответствии регламентом городского совета и были депутатами городского совета ответа. То, что предлагается сейчас нам по новому обсудить, по сути дела, новый герц в городе Омска, хорошим могу, я не хочу удаваться в достоинству недостатки, но я считаю, что это идет непонятный для меня политический выигран по поводу давления на депутатов и к затягиванию процессов, потому что я не понятно, что если мы сейчас принимаем ГЕР, то трехжедлений мы встречаем без этого герба, вообще без герба. Какими плагами мы выйдем на трехжедлений, я очень бы слабо представляю. Поэтому я считаю, что прикладить вот эти вот давления на депутатов попытки затягивания процессов и принять простой и правильный решитель. Нравится, не нравится, не нравится, но другие вопросы можно публично обсуждать. Собирать дополнительные комиссии, какие-то дополнительные конкурсы, я считаю, что по прошествии двух лет, с того момента, когда было принято решение, о данном депутате, я считаю, что это было. Спасибо большое. Уважаемые коллеги, у нас в каждый период нового созыва и в каждый период истории всегда найдется активный депутат, который будет иметь свою точку зрения, хотя бы войти, как еще будет делать ГЕРБО. В принципе, каждый раз мы возвращаемся к этому вопросу, которые были в мунические конкурсы. В городе Омске после 5-го конкурса, в Явлево, всегда найдется не менее уважаемый человек, который не принял в этом участие. Он напишет нам обращение, напишет в публике какие-то вещи и так далее. А просто получается в том, что конкурс был объявлен, в Увлево, в Лечке. В Лочке, как и делал плотно-умно. Часть для Увлево отвечала герактически, которые выважили. Часть была просто неинтересна. Но, честно, скажу, мне ни один не понравится. Мне эти варианты не нравятся. Вы думаете, кому-то нравится тогда рыба на герку, кому-то или корова? Ну, жаловала царица в свое время или царь Германа, когда демократия была в очень небольшом размере, не обсуждала царские варианты, ну, голову подруги и все. Поэтому у исторического герба есть простая одна. Один, один, я бы сказал личную точку зрения, человек не хочет, не патоматично. Один большой, единственный, наверное, не будет. Он жаловал царицам обсуждать, но возвращаться в прошлое, то есть, по-другому. Мне нравятся первые шестеревки, они с копой, из колузей. Это героники не соответствует. Кому-то нравится с ракетой. Ну, может быть, у нас не будут производить ни самолеты, ни ракеты через какую-то рейду в городе Омске. История же меняется. Ну, то памятники используют, то еще что-то придумают. Все данные идут с активными динутами, которые хотят выйти в историю, хотят чем-то засветиться. И как-то всем чего-то хочется в данной ситуации. Но я, безусловно, в данной ситуации отдал бы приоритет. Ну, царская позиция был жалован в меру. Ну, это история наша. В нашем году этот меру не нравился меру, который вы сейчас посетите. Он очень симпатичный, красивый. Ну, не положено нам, наверное, участие в Тобольске. Ну, значит, подчинен городу Тобольску. И Добольск, ну, верный город получает. Ну, не можно на Муску. Придется то, чтобы нам в свое время жаловали. Ну, не нравится. Большинству жителей не понравится. Ну, кому понравится стенка? Понятно же психология людей. Вы же поймите, это же вещь Москву. Там просто, правда, ходите с этими двумя рисунками. Во-первых, минимум людей понимают герантики. Во-вторых, ну, явно стенка не нравится. Это же понятно. Ну, нравится какой-то красивый рисунок. Ну, нравится одному, не нравится другому, а не нравится третьему. А у нас есть с вами 90-летие юбилей, которому надо с Германом прийти. Ну, займет это месяц или год, потому что мы с вами не знаем, ни от нас это зависит. Поэтому, знаете, как вы в той шутке говорили, лучший рак хороший. Мы сейчас в поле с тем, а нам порывили. Ну, а мне не нравится ситуация тем, что у нас, знаете, как разограняем. И появились такие высказывания, появились. Активно люди выступают. Я завершал, вот, все, кто активно сейчас высказывают, а раньше все нарисовали. Мы несли безборгование, а в округе работа диковали. А так, опять же, плашисты. Мы каждый раз на этих ступенируем, откладываемся, откладываемся. Нас тут созагоняют вариант единственного, который хотелось бы подполкнуть. Мне это не нравится, например. Я, значит, никогда не выступал по другому варианту. Потому что он никому из них не нравится, но он не заточен уже. Это правда, для меня, я рада. Спасибо. Подолжение следует. В сегодняшний момент мы опять уходим от возможности общения с населением. Понимаем то, что... Было время, не застегнули. А теперь мы не уходим, слово не уходим. Движение можно отдать наше отставание. Пока что мы перейдем на эту способность. Но в то же время говорим о том, что сроки все закончены. И то, что есть, то, что осталось нам. Ну, какое есть. Так вы и принимайте, пожалуйста. Все-таки в этом вопросе, я не считаю, рада. Опять же, обратиться населению. И, кстати, да, другим, даже это опять здесь, если мне не показаться, и не повредить, и не регламен. Перед нами не надо говорить, красивый герб, солдат, и сказать, «Старка, охота, не помню, не повредить». За это нам не стыдно, за это герб. Этот герб мы выбираем в простачайстве, и видите, как он будет на все документы ввести. Тот герб, который разрисовываем красивым, он будет только на документы в книжках оставок. Поэтому, если мы просто ставим здоровье, мы рассматриваем его, когда мы будем, все-таки, призвать население наших людей и спросить их на мнение. Я разговариваю, я хочу сказать, спасибо. Не помню, я не могу сказать, кто сказал. У меня и кусал человек, и тут два достигнут такого слова. И я не знаю, что не боится в своих работах. Два года. Два года. И сегодня у нас есть не потому, что вдруг захотелось кому-то, а потому что в формировании нашей с вами работы в прошлом году, на этот год, этот вопрос мы внесем и утвержден вами в городском заведении на рассмотрение на первые месяцы. И то, что дед, который даровала Екатерина Великая, это одно. Ну, давайте, можно было равно говорить, да, вот теперь у нас будет дед, который нам даровал Слав Васильевич. Наверное, две разные фигуры, да, по значимости для России. Задумаетесь, да? Какова разница в этом? И что он примет сегодня? А вот еще вот эта вот фокурка. Это помните фильм, да, «Кавказская пленница», когда они говорят, нужно убрать невесту? Она подключает сопротивляться, я вам прошу филицию. Ну, это хороший, древний обычай. И вот все наши деньги – это хороший, древний обычай. Она нам прекратит уже, как вот этим заниматься, принять первый тот, который нас здоровы, на котором мы ждали нас. Уже приняли в первую очередь. Если не вырезают, то будем ждать свой год. И только в 2016 году у города мы сможем начать пользоваться. На сегодняшний день, я предлагаю, действительно, на сегодня принимать предрешение. Пусть тем, сладость, а потом. Если на два года мы уже нам обладывали, нельзя обладывать, иначе мы станем в себя, если чего будет. И я, все-таки, продержу, мы узнаем темы, которые, как говорят, «Одаленный Екатерина Великой». Все-таки здесь не разрывается ценность. Ценность для истории, когда извините на этот город был крепост. То, что говорят, что там были нормальные вороты, больше ничего. В то время я не был, не видел. Были вороты, не были вороты. Мы сегодня создаем крепость, нас создаем, и она будет казнь нашей Родины, нашего города Омска. И я предлагаю, «Одаленный Екатерин» и всех поддержать. Все-таки, что нам повезло, и мы с 2015 года, мы видим, что происходит. «Одаленный Екатерин». «Одаленный Екатерин» по клубу выступают, не всегда технологически правильно аргументируют свою позицию. Но, безусловно, есть один, наверное, это решающий аргумент в пользу того Герба, которого мы говорили. Это исторический консерватизм. Поэтому, сколько бы мы эту дискуссию не продолжали, этот аргумент будет важнейшим и решающим. Коллеги, прошу поддержать этот исторический консерватизм, быть последовательными в данном вопросе. «Это же еще и материальные затраты на замену дело. Что касается полноты его использования, то он может быть изображен по-разному. В щите могут быть и узелёры изображены, и пушки могут быть внизу, то, что у нас есть. То есть он может быть более полным. И над этим вопросом мы их поработали. Поэтому предлагается поставить на голосование по обратке, который представил в виде 50 класса. Что касается поправки Васильева и депутации, то мы на прошлом доседании Умского городского совета нам помним. Мы с вами рассматривали две поправки, внесённые от комитета по рекламе только к старым председателям. Это та, которая сегодня идёт на обращаемое председание. И вторая поправка Васильева Вячеслава Михайловича, она не прошла на заседание Умского совета. И да, где она не прошла? На комитету по рекламе – нет, она прошла. На времени – нет, что вы? Нет, это у нас не ограничает вариант не набрало. Поправка прошла. Протокол есть в заседании Горсовета. Всё. Да, правда, прошла. Вопросы. В этом случае –он честно. Вопросы у sure'... Право управления могу... Право управления людей, между собой, не она интересная прохватка. И на другой работе – и предски 그런 блок «Анеравар» упомянулся. Описание Герба у нас утверждено в первом чтении. По изменению срока. Уважаемые депутаты, поступило предложение проголосовать за принятие в целом путем поименного голосования. Открытого поименного. Правильно, Владимир Владимирович? Да. Так, Василий Викторович, вы хотите? Принклэм. Если все-таки вам везет, мы сможем принять двух и разных стерей. Мы сможем в 2019 году изучать и пользоваться? Чтобы не откладывать на эти 16-ю? Можно, например, сегодня изучать? Да, мы же идем везем везем. Я, конечно, уже вам, друзья. Нет, я считаю, что они будут в какой-то период параллельно действовать. Там, где в очередь, администрация здесь более четкий вопрос может прять. То есть не исключается это обменение и старого, и нового, по окончанию, это будет прикреплено везем в старом, это 2016 года. Я таким образом понимаю. Так, пожалуйста, ставлю на голосование. Кто за то, чтобы объединить голосование по первому? Открытым поименным. Это означает, что на комиссии вы работаете? Нет, ну как-то... Пожалуйста, голосуем. Пожалуйста. Пожалуйста. Извините. Ставлю на голосование проектное решение для принятия его во втором чтении или в целом, с учетом принятых поправок в инфраструктуре взаимодействия. Голосуем. Желательно, чтобы все проголосовали, определились на своих решениях. Продолжение следует. 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 по описанию самого глава, мы его не насматривали, потому что первым не было или менее, но в отчаянном варианте и по голосованию по тем поправкам отложили. То есть поправка, вот мы с вами, от 27 февраля 2014 года. Поправки у нас предложены в таблице, они имеются. Поэтому ставлю голосованию по поправкам, для того, чтобы вопросов нет, выступающее мнение, я задала консерватизм. Ну, я рад, что победил некий исторический консерватизм. Можно долго спорить, какой должен быть герб, и, наверное, в этом вопросе нужно проявлять все же минимальное количество такого, знаете, желания что-то изменить. Вот есть некий исторический процесс, в рамках которого город был наделен данным гербом. И сейчас такое, наконец, принято последовательное решение сохранить его в этом облике. А, конечно, новаторы, они всегда могут появляться. Но, повторюсь, я сторонник в данном вопросе исторического консерватизма, и я за то, чтобы мы ввели даже изменения в устав о том, чтобы изменения в герб, в гимн, вносились к квалифицированным большинством голосов двумя третьими. Чтобы вот эта последовательность, или вот исторический консерватизм, повторюсь этот термин, прицепился к языку, он был сохранен. А вот вариант со стеной, который не очень был жителям, не одобрался. То есть там вот эта стена крепостная... Ну, вот надо почаще в таких вопросах привлекать, конечно, спрашивать мнение горожан. И здесь вот как раз те самые процедуры, там, референдумы, там, плебисциты, публичные слушания, они только приветствуются. Поэтому сказать, что данный вариант герба был отвергнут горожанами, нельзя, потому что публичные процедуры были соблюдены. И все, кто мог или хотел высказаться, они все приходили и высказывались, но не было никакого другого варианта герба, который бы собрал хотя бы маломальски значимое количество или группу вот такой поддержки. Ну, действительно, мы столкнулись с достаточно таким, наверное, последовательным сопротивлением в отношении варианта Васильева, да. По сути, это единственный такой вот альтернативный вариант, который собрал маломальски какой-то вот привлек общественное внимание. Но, опять же, поверьте, оно ничтожно мало по сравнению с позицией исторического консерватизма. У нас же прямое волеизъявление народа. Если 80% горожан поддержало, значит, завтра мы, вероятно, присоединимся к Крыму. Вот, поэтому, ну что, если есть эти 80%, я думаю, что мы заметим это в самое ближайшее время. Ну, лично я, допустим, сторонник того, чтобы все же мэр выбирался прямым голосованием граждан, например. Я считаю, что не должны кандидаты в мэры бояться вот таких прямых выборов. Это все же их как бы ставит лицом к лицу с горожанами. Вот. Ну, конечно, здесь есть вопросы, вопросы именно взаимодействия муниципального уровня с региональным уровнем. И, видимо, чтобы это взаимодействие было более плотным, вот сейчас депутатами там высшего представительного органа может быть это в порядке, опять же, какого-то эксперимента. Посмотрим сейчас, в каком окончательном виде будет вот это изменение к 131-й федеральный закон. Предприняты попытки, скажем так, сблизить позиции регионального лидера и, соответственно, крупных городов. Насколько это будет оправдано, ну, это нужно время.